Всем привет! Вы на канале Народный Добзор. Меня зовут Арсений и сегодня мы сделаем краткий обзор смартфона Realme GT3. Кто-то говорит, что это флагман, кто-то говорит, что это субфлагман, но для меня любой смартфон это в первую очередь рабочий инструмент для решения конкретных задач. Саму распаковку делать я не буду, я не сторонник такой ценной информации, скажу, что лежит в комплекте. А в комплекте у нас, собственно, простенький чехольчик такой незамысловатый и самое главное это вот блок зарядки на 240 ватт. Он вот такой вот достаточно крупный, мощный, увесистый, грамм 300 весят точно. Сейчас пошла нездоровая тенденция у ряда производителей смартфонов не класть в комплекте зарядное устройство. Здесь зарядное устройство не просто есть, оно на целых 240 ватт. 240 ватт! И дальше вы поймете, почему я делаю такой акцент на этом. По технике у нас тут Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X. Да, она не самая свежая, но это не сказывается никак на производительности смартфона, уж поверьте. И целый терабайт памяти UFC 3.1. Для фото-видео игр этого прям предостаточно, прям так мощненько зайдет. В смартфон можно установить две сим-карты, на борту имеется NFC, который без проблем работает с Mirpay. В принципе пока ничего нового, но у каждого смартфона есть своя фишечка. И тут у нас фишечки две. Оригинальный дизайн задней панели. Давайте я сейчас все-таки, наверное, достану его из чехла. Я про него потом поговорю. Такой мощный броневой чехол, из-за чего телефон становится таким кирпичеподобным. Многие мои знакомые и друзья меня за это осуждают. Лично мне нравится. Итак, тут у нас оригинальный дизайн задней панели с декоративной гравировкой процессора. Вот в этой части. Вокруг которого расположен RGB индикатор. Ну да, если так поставить Snapdragon 8 Plus Gen 1 без радиатора, то он перегреется быстрее, чем я успею сказать Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также в смартфоне есть микроскоп. Наличие микроскопа кому-то может показаться ненужной опцией, но для моей работы это очень полезная вещь. Удобно рассматривать печатные платы и какие-то мелкие детали под большим увеличением. Да и в рамках видеоблогинга порой очень удобный инструмент позволяет что-то крупным планом посмотреть, как в одном из видео, на котором мы анализировали LKP Cherry Tiga 7. Первое, что мне бросилось в глаза, это расположение датчика отпечатка пальцев. Он находится слишком низко по отношению к другим смартфонам. Для сравнения, у меня есть Realme GT 2 Pro, на которой сейчас ведется видеосъемка, и Realme GT Master Edition. У них датчик отпечатка пальца находится вот примерно вот в этой зоне. Соответственно, когда держишь смартфон в руке, как-то палец вот естественным образом он вот в эту зону стремится. Здесь немножко как бы низковато. Мне потребовалось, конечно, всего пару дней, чтобы привыкнуть к новому расположению датчика, но в целом не могу сказать, что это очень критично. На базе этого датчика реализована возможность измерять пульс. У нас в телефоне есть раздел «Лаборатория Realme», и, собственно говоря, там эта функция как экспериментальная доступна. Если бы этот смартфон еще артериальное давление измерял, вообще бы цены бы не было. Сам дисплей классический, без закругленных краев. Я их терпеть не могу. Имеет разрешение 2772 пикселя на 1240. Поддерживает герцовку до 144 Гц. А пиковая яркость составляет 1500 нит. В отличие от многих других смартфонов, герцы здесь честные, из коробки. Частота шим составляет 2160 Гц. Поэтому при даже очень длительной работе со смартфоном глаза не устают и не испытывают какого-либо дискомфорта. С завода на дисплее наклеена отличная пленка, которая защищает, соответственно, экран от повреждений. А вот модель экрана, собственно, самого стекла, производитель не озвучил. Скорее всего, это всем известный горелый глаз, но это не точно. На тыльной стороне у нас располагается блок из трех камер. Двойная светодиодная вспышка. Как я уже говорил ранее, RGB-индикатор расположен вокруг гравировки процессора. На верхней торцевой грани у нас расположен микрофон. Инфракрасный порт. Кстати, это первый раз, когда компания Realme решила реализовать в своих топовых моделях такую поддержку. Вы знаете, иногда очень выручает. Хотя не могу сказать, что это обязательный функционал. И датчик освещенности. На нижней у нас порт Type-C, лоток для сим-карт, основной микрофон и динамик. Да, стоит отметить, что в этой модели реализовано почти полноценное стерео. Уровень громкости разговорного динамика при прослушивании музыки или при просмотре фильмов несколько ниже, чем у основного. Поэтому назвать полноценную получившуюся стереопару я не могу. Но у Realme GT 2 Pro разница намного существеннее. Из разговорного динамика слышны лишь средние и высокие частоты. Вот там-то точно не полноценное стерео. Теперь немного о камерах. Основная это Sony IMX 890 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Которая не работает. Широкоугольная камера на 8 мегапикселей. Угол обзора 112 градусов. Весьма посредственно снимает, но в большинстве случаев пойдет. И микроскоп на 2 мегапикселя с 20-кратным увеличением. А фронтальная камера у нас на 16 мегапикселей. Я планирую снять отдельный ролик, посвященный камерам этого смартфона. И то, как он снимает, в том числе и в вечернее время. Потому как в настоящий момент именно этот смартфон является моим основным средством записи видео. Ну, кроме сегодняшнего. Сейчас я пишу на свой предыдущий смартфон, который впоследствии перекочуют мои супруги. А телефон супруги перекочует, соответственно, моей маме. Ну, такая вот у нас цепочка эксплуатации. Так вот, если сказать кратко, основная камера снимает отлично и конкурирует, по сути дела, Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. С точки зрения качества записи, особенно в темное время суток. Детальный обзор камеры, надеюсь, выйдет в ближайшее время на моем канале. Ну, а мы двигаемся дальше. Теперь переходим к самому важному, на мой взгляд. Это зарядное устройство на 240 Вт. Оно позволяет восполнить заряд батареи емкостью 4600 мАч с 0 до 100% буквально за 9,5 минут, как утверждают маркетологи. Что же получится на практике? В зависимости от температуры устройства и окружающей среды, зарядка с 5% до 100% происходит от 10 до 15 минут. Если говорить о промежуточных значениях, то у меня получалась следующая статистика. С 3% до 22% 2 минуты. То есть, это получается 9,5% за минуту, что, в принципе, ну, неплохо. С 2% до 76% за 6 минут. С 13% до 87% за 6 минут. С 15% до 90% за 8. С 22% до 38% за минуту. И с 2% до 43% за 5 минут. Ну, я здесь немножко уже почитал. Значит, самая высокая скорость заряда у меня получилась 16% в минуту. Но надо понимать, что чем ниже уровень заряда аккумулятора, тем выше скорость заряда. Потому что, когда аккумулятор разряжен, он охотнее, если так можно выразиться, принимает энергию. Давайте в рамках записи текущего видео как раз произведем зарядку смартфона. Я его включу, буду дальше рассказывать вам. Пока идет, собственно, видео. Мы потом посмотрим, сколько времени ушло на зарядку. Вот давайте сразу вам покажу, что осталось 3%. На самом деле, прежде чем заряжать, я хотел бы вам продемонстрировать, немножко в сторону отойдем, уровень автономности. Мы про него обязательно чуть позже поговорим. Я хотел показать, какой реальный уровень автономности у данного смартфона на примере сегодняшнего дня. Вот. 4 часа, 7 минут экрана со 100%. Причем, про сценарий эксплуатации мы с вами чуть-чуть позже поговорим. Но это реальное время, на которое вы сможете гарантированно рассчитывать при использовании этого смартфона. У меня включено все по максимуму. Bluetooth, NFC, 144 Гц активировано. То есть, никаких энергосберегающих режимов не применяется. И если посмотреть на статистику приложений, больше всего, конечно, потребляет Telegram. Ну, а мы сейчас подключим, собственно, смартфон к зарядке и продолжим съемку. Итак, время 19.15. Осталось 2% заряда. Я ставлю ее на зарядку. Вот, я его подключил. Ставлю. Уже 19.16 у нас. Я его немножко отложу в сторону. Так, чтобы вот он... Может, отсюда положу, чтобы не упал. А мы с вами пойдем говорить дальше. Что влияет на скорость зарядки? Во-первых, температура смартфона и аккумулятора. Если вы играли в какую-то тяжелую игрушку на протяжении часа, либо забыли смартфон летом внутри салона автомобиля под прямыми солнечными лучами, то скорость зарядки будет, конечно, снижена. Если телефон используется в ненагруженном режиме, ну, как у меня, в общем-то говоря, то скорость зарядки будет предельно высокой. В любом случае, по результату моих экспериментов, гарантированно можно рассчитывать на скорость зарядки не ниже 6% в минуту. Это был самый такой медленный результат, который мне удалось зафиксировать, когда я очень долго снимал видео в разрешении 4К 60 FPS. То есть полностью телефон зарядился максимум минут за 17. А теперь ложка дегтя. Или это Realme так халтурит, или же весь концерн BBK. Напомню, компании BBK принадлежат бренды Oppo, Realme, OnePlus и Vivo. А может быть, это фишка всех последних смартфонов на Android, но факт остается фактом. Когда мы видим на телефоне 100% уровень заряда, зарядка все еще продолжается. Несмотря на то, что телефон показывает, что он как бы зарядился. То есть, если телефон оставить на зарядке, он будет потреблять еще некоторое время ток. Я это проверял с помощью программы AccuBattery. Мой предыдущий смартфон Realme GT 2 Pro после достижения 100% уровня заряда продолжал заряжаться еще где-то минут 7-10. Realme GT 3, конечно, делает это намного быстрее. Максимум ему достаточно сверху еще 5 минут на зарядке. У меня уже было сформировалось мнение, что это все происки маркетологов. Как можно быстрее нарисовать 100% уровень заряда для того, чтобы продемонстрировать высокую зарядку. Точнее, высокую скорость зарядки смартфона. Но, если бы не одно но. При разряде смартфон, который полностью заряжен до 100%, то есть, не тот, который вам показал, что он заряжен на 100% и вы его сняли. А вот он показал вам 100% заряд, вы его еще подержали там некоторое время. Вот я считаю под полной зарядкой именно этот процесс. Первый процент при разряде уходит очень медленно. Сняв с зарядки полностью заряженный смартфон, можно увидеть, что прежде чем уровень заряда изменится со 100% на 99%, показатель времени активного экрана может составить до 1 часа. Самое обидное, что в этот момент ты начинаешь думать, ну, наконец-то, все Google сервисы устаканились и перестали жрать аккумулятор в фоне, прошивка оптимизировалась, я могу получить 10 часов экрана. Но нет, чуда не происходит. Когда время активного экрана составляет 2 часа, уровень заряда батареи уже около 80%. И продолжает снижаться нелинейно. Мне сложно сказать, почему так происходит, пока считаю, что это не баг, а фича. Тем не менее, по уровню автономности смартфон показывает вполне себе отличные результаты. Разряд до 2-5% без каких-либо энергосберегающих режимов может выдавать от 4 до 5,5 часов экрана. Основным фактором, влияющим на скорость разряда, является режим эксплуатации. Тяжелые игры, съемка видео на смартфон заметно разряжают аккумулятор. В игры я не играю, а вот видео снимают часто. Съемка в 4К 60 FPS в течение 1 часа 47 минут съедает 47% аккумулятора. Причем такая съемка у меня велась на улице, а температура окружающей среды была минус 8 градусов. Согласитесь, в принципе, достаточно неплохой результат. Высокая скорость обновления экрана, уровень яркости подсветки, количество приложений, для которых разрешена работа в фоне. Все это вносит свой вклад. Но почему-то многие забывают о том, что главная функциональная задача любого смартфона – это обеспечить связь. Давайте немножко прервемся и посмотрим, какой уровень заряда. Сейчас 19.22, а уровень заряда составляет 72%. Сейчас я вам это продемонстрирую. Не знаю, видно было или нет. Надеюсь, что видно. Посмотрим теперь, сразу, так сказать, не отходя от кассы, на скорость заряда, которую нам демонстрирует программа Акубеттери. Ну вот, смотрите, заряжался смартфон с 19.16 до 19.22, то есть 6 минут. И за это время зарядное устройство влило практически 68% заряда. На мой взгляд, это просто отличный результат. При этом, вот если говорить про температуру, температура... Телефон ощутимо нагрелся. Я бы сказал, что температура составляет в районе 42 градусов. В принципе, это не криминально, но он уже такой тепленький. Давайте пойдем дальше. Возвращаясь про главную функцию смартфона – обеспечение связи. Вот здесь, на самом деле, собак-то и зарыто. Дело в том, что с точки зрения автономности самым энергоэффективным способом доступа в сеть интернет является Wi-Fi. При работе в сетях 4G смартфон разряжается намного быстрее. Особенно, если включен режим Voice over LTE, позволяющий передавать голос в более высоком качестве. А если вы находитесь в зоне неуверенного приема или куда-то едете, передвигаетесь, смартфон будет постоянно искать и переключаться на другие базовые станции мобильного оператора. Это очень энергозатратный процесс. Особенно, если вы передвигаетесь под землей. Вот, например, я езжу на работу на метро. Ну, а если весь день провести дома, постоянно быть подключенным к Wi-Fi сети и использовать смартфон для серфинга в интернете, прослушивания музыки или просмотра видео, он вполне может выдать 6 или даже 7 часов экрана. Ну, а если включить GPS, навигатор и отправиться куда-то за город на автомобиле, вряд ли получится выжать хотя бы 5. Давайте немножко еще вернемся к железу. У смартфона есть две версии. Глобальная и для китайского рынка. В Россию поставляется глобальная версия и имеет одну конфигурацию. 16 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт встроенной. И, честно говоря, мне эта конфигурация нравится больше всех. На китайском рынке смартфон имеет название Realme GT Neo 5 и имеет несколько модификаций. Есть версия с 5000 мАч и зарядкой 150 Вт. А она может иметь 8, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной. А версия с 240-ваттной зарядкой и аккумулятором на 4600 мАч всегда оснащается оперативной памятью на 16 гигабайт. А вот постоянной может быть 256 гигов или 1 терабайт. Помимо разных конфигураций памяти, главным отличием глобальной версии и китайской является поддержка LTE Band 20. Это такой частотный диапазон, который встречается у всех операторов мобильной связи обычно за пределами крупных городов. Многие считают, что наличие этого бэнда не дает никаких преимуществ, хотя я с ними не согласен. Этот бэнд активно встречается в Москве и московском метро. Достоинством его является очень большая дальность связи и, соответственно, распространение сигнала. Благодаря чему его активно используют для обеспечения организации сети интернета вдоль трасс и магистралей. Для меня, как для автомобилиста, это очень важный бэнк. Кстати, на моем канале на платформе DZEN есть статья, посвященная бэндам мобильных сетей. Там я рассказываю, в принципе, что это такое, как это работает и на что влияет. Затрагиваю немножко агрегацию частот и некоторые другие интересные технические детали. Поэтому рекомендую прийти на мой канал на DZEN и ознакомиться с этой статьей. Не стоит забывать, что при покупке смартфона, предназначенного для России, у вас также будет официальная гарантия. Если же выбирать китайскую версию, придется надеяться на честное слово продавца. К слову, глобальная версия для российского рынка сейчас стоит от 43 тысяч рублей. А если подловить интересное предложение на мегамаркете и воспользоваться купоном, на круг стоимость может составить от 35 тысяч рублей. Кстати, я чуть поторопился, и телефон мне обошелся в 44 тысячи рублей. С этим мегамаркетом никогда не угадаешь, когда будет самое выгодное предложение. Стоимость китайской версии со 150-ваттной зарядкой, 12 гигами оперативки и 256 гигабайтами встроенной памяти на авито доступна от 33 тысяч рублей. Теперь поговорим про программное обеспечение. Оболочка Realme очень проработанная, красивая и функциональная. Не буду заострять на этом внимание, а вот не рассказать про фиксацию герцовки экрана для каждого приложения не могу. Обратил внимание, что если включить запись экрана, штатную, которая предусмотрена программным обеспечением, кстати, тоже огромный плюс, то есть вам не нужно устанавливать никакое дополнительное ПО для того, чтобы записать видео с экрана. При активации записи экрана телефон переходит в режим 60 герц. Вот такая вот интересная особенность. Так вот, в глобальных настройках нам доступно три режима скорости обновления экрана. Это высокая, 144 герца, стандартная 60 герц и автовыбор. Последний режим предполагает динамическое изменение частоты обновления экрана в зависимости от используемого приложения. Вне зависимости от выбранного режима глобального есть возможность принудительно установить любую частоту для отдельно взятого приложения. Доступны 60, 90, 120 и 144 герца. В разделе настроек частоты обновления экрана заходим в управление приложениями, выбираем интересующее нас приложение. Я вот, допустим, выберу BlaBlaCar. Давайте сейчас постараюсь сделать так, чтобы видно было. Выбираю BlaBlaCar. И здесь у нас возникает меню, которое позволяет зафиксировать частоту для отдельно взятого приложения. Это просто великолепная функция. То есть раньше приходилось скачивать какое-то дополнительное приложение, рутовать смартфон. Здесь все из коробки. Это просто шедеврально. Теперь немножко поговорим про чехол, который я выбрал. Вы меня, наверное, скорее всего, раскритикуете, как и большинство моих знакомых. Вот такой вот чехольчик. Чем он мне нравится? Во-первых, он достаточно хорошо выполнен. Он такой кондовенький, противоударный, если можно так выразиться. У него есть сзади вот такая вот шторка, которая позволяет прикрыть блок камер. Она защелкивается. Если кому это не нравится, ее можно снять. Она вот так вот снимается. И все, у вас чехол без шторки, если вам постоянно нужна камера в доступе. Я же предпочитаю ее установить. Есть также у смартфона вот такая вот... Не у смартфона, у чехла, конечно же. Вот такая вот подставочка, которая позволяет либо зафиксировать палец, либо повернуть ее в качестве подставки, использовать на столе. Вот так вот это все работает дело. Вот так вот можно. В такой ориентации, конечно, к сожалению, не работает. А вот так вполне себе даже. Не знаю, видно вам или нет. Но вот так вот он будет стоять. Чехол прям вот, знаете, такой... Ну, я люблю такие чехлы, которые превращают смартфоны в кирпич, которыми можно, в принципе, кого-то приласкать. Ну что, давайте подведем итоги. Смартфон получился действительно классный. Высокий уровень производительности, отличные камеры, хорошее качество дисплея и звука. На мой взгляд, отличный показатель автономности для такого железа. А мы помним, что последние Snapdragon очень прожорливые. И просто восхитительная быстрая зарядка. Тенденция среди производителей смартфонов сложилась таким образом, чтобы делать их максимально тонкими и легкими, из-за чего ни один смартфон с топовым или предтоповым железом не может похвастаться достаточно емким аккумулятором хотя бы на 5,5-6 Ач. Поэтому приходится их просто чаще заряжать. Благодаря высокоскоростной зарядке сделать это можно буквально за считанные минуты. Теперь я вообще не задумываюсь, в какой момент времени мне поставить смартфон на зарядку для того, чтобы он успел зарядиться, прежде чем я куда-то пойду по своим делам. Все свои видео я снимаю на этот смартфон, поэтому наличие 1 ТБ встроенной памяти для меня это просто открытие. Это прям классно. Качество связи и функциональность прошивки тоже на очень высоком уровне. Рекомендую вам присмотреться к этой модели. А если ваш бюджет ограничен, то в принципе рассмотреть для себя производителя такого как Realme. Поверьте, эта компания умеет делать качественные смартфоны даже в ценовом диапазоне до 15 тысяч рублей. Я лично могу сказать так. Смартфоном пользуюсь уже больше месяца. Соответственно, в начале ноября я его где-то приобрел. За все время у меня не было никаких нареканий. Единственное, что один раз как-то в очень активном режиме время работы смартфона составило 3,5 часа активного экрана. И меня это немножко разочаровало. Ну, честно говоря, я тогда прям очень сильно над ним поиздевался и что только я с ним не делал. Плюс это было буквально сразу после покупки. Я напомню вам, что действительно после активации смартфона нового есть некоторый процесс, связанный с оптимизацией системы, подстройкой под пользователя, адаптацией Google сервисов, там же умные рекламы и прочее, прочее, прочее. Все, что там интегрировано. И первую недельку смартфон может реально жить меньше, чем потом будет показывать результаты автономности спустя там пару-тройку недель. Качество связи здесь отличное, потому что сравниваю с парой других смартфонов, с которыми мне приходилось ходить. И в одних и тех же местах почему-то вот на моем примере оператор МТС связь иногда прерывается, то есть какой-то вот затуп происходит. Может быть, это связано с работой каких-то других систем передачи данных. Здесь такой проблемы нет. При этом по тем же местам прохожу опять с другим смартфоном, проблемы есть. С этим проблем нет. Может быть, это совпадение, может, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что качество радиоприемного тракта здесь тоже достаточно на высоком уровне. Да, и напомню, я обязательно буду делать отдельный видеовыпуск, посвященный качеству камер этого смартфона. Ну, если времени, конечно, не хватит, то тогда сделаю текстовую статью. Но надеюсь, что это все-таки будет видеовыпуск. Хотел бы, кстати, напомнить, что я открыл сбор на покупку камеры, и вы можете поддержать меня и развитие канала переводом на карту Тинькофф, которую вы видите на своих экранах, а также она будет закреплена в описании к видео, либо воспользоваться сервисом Сберчаевые. QR-код вы видите также на своих экранах. Также не забывайте подписываться на меня на Дзене, потому что там выходит большое количество текстовых статей. К сожалению, видео требует достаточно много свободного времени для того, чтобы организовать обстановку для съемки, так сказать, включить свет, все выставить, настроить, потом это видео еще смонтировать, а статью написать, конечно, несколько проще. Хотя бывают статьи у меня очень длинные, на которые уходят по несколько часов. Поэтому тем, кому интересна техника, какие-то профиты, секреты, обзоры, приходите на мой Дзен-канал, обязательно подписывайтесь на него, и следите там за моими новыми выпусками и статьями. К тому же на Дзен-канале видео, как правило, появляются на несколько дней раньше. А на этом я с вами прощаюсь. Это был Народный Добзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok